Убийство произошло за стенами вот этой квартиры. Здесь проживала молодая семья, муж, жена и четырехлетний ребенок. Во время опроса супруга уверял следователь, что муж уже пришел домой с ножевым ранением и умер у нее на руках, не успев описать реветы подозреваемой. Но с самого начала ее слова были поставлены под сомнение, так как следов крови в подъезде обнаружено не было, а до этого уже женщина нападала у супруга с ножом. В марте этого года 35-летняя Нижнекамка ударила ножом супруга в область позвоночника, за что была судима по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». По словам женщины, муж пил и избивал ее. Тогда рана оказалась несмертельной. Во время последней ссоры, по версии следствия, жена вновь схватилась за нож и ударила им в спину супруга. Я в господина написал добровольно, то есть оказалось, каким образом она совершила данное преступление в ходе допроса. И в последующем, в ходе проверки показаний на месте, показала, каким образом он сал удар, каким образом, скажем так, скрыла в лике и так далее. Около недели потребовалось на то, чтобы раскрыть убийство и задержать подозреваемую. Соседи в день трагедии ничего не слышали. Об убитом молодом человеке его супруги практически ничего не знают. Молодые люди переехали в этот дом всего полгода назад. Один раз видела женщину, один раз. Ну и как? Ну откуда я знаю. Ушла. Эти ушли мои, в садик ушли, они ушли. Все. Я больше не видела. Одну мужчину только видела один раз. Перфора там разъявилась. Ну как они? Тихо жили, не знаю, вообще не слышали. Неделю назад мы пытались поговорить с супругой убитого и узнать подробности произошедшего. С нами она разговаривать не стала. Сейчас выясняется все обстоятельства преступления. Четырехлетний ребенок находится у бабушки. Женщине предъявлено обвинение по статье убийства. Сегодня в городском суде для нее была выбрана мера пресечения. Адвокат и помощник просили оставить Нижнекамку под домашним арестом. Следователь настаивал на заключение под стражей. Подозреваемая не смогла сдержать слез. Скорее всего, она надеялась остаться на свободе. Под стражей она пробудет до 15 января. Лилия Горова, Марсель Джураев, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.